Российская молодежь. Именно на нее опираются и рассчитывают руководители нашей страны, области, региона. Недаром в Артемовском городском округе уделяется большого внимания ее поддержке и помощи в развитии. К примеру, в лицее номер 21 ученики становятся студентами технических гуманитарных вузов. Ведь именно такое учебное заведение, как лицей, имеет несколько направлений. Гуманитарное, физико-математическое, химико-биологическое. А сотрудничество с ведущими вузами Екатеринбурга стимулирует учеников на успешное поступление и дальнейшее обучение. Если есть удачный старт, то обязательно будет отличный результат. Многие студенты начинают научно-техническую работу и становятся участниками различных инновационных конкурсов. В рамках международной промышленной выставки Иннопром-2015 состоялся финал традиционного конкурса идей «Минута технославы». В этом году документы для участия в соревновании подали более 30 человек. Они боролись за победу по двум номинациям – технологические инновации и инновации в социальной сфере. Здесь собрались те, чьи проекты и идеи научно-технические и социальные разработки уже прошли жесткий отбор. А значит, каждый из вас уже достоин своей «Минуты технославы». Наша молодежь чутко реагирует на запросы времени, отвечает на самые насущные требования современной социально-экономической ситуации. И это хорошо видно из проектов, которые сегодня представлены на конкурс. Сегодня они четко вписываются в реалии сегодняшнего дня и согласуются с теми задачами, перед которыми ставит сегодня наше непростое время. Они также соответствуют важнейшим тенденциям развития экономики Свердловской области. Представленные проекты затрагивают самые различные научные сферы. Так, в финале конкурса были представлены инновационная импортозамещающая технология переработки молочной сыворотки мембранным методом, комплекс инженерного контроля и недорогой диагностики линий электропередач «Конатоходец», профориентационная компьютерная игра, мобильное приложение, позволяющее составить план тренировок для подготовки к сдаче норм ГТО, и препарат для профилактики зубных болезней «Умная эмаль». Победителем «Минуты технославы» определила конкурсная комиссия, которую возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. По итогам обсуждения победителем в номинации «Технологические инновации» стал Александр Лёгких, представивший проект комплекса инженерного контроля и недорогой диагностики линий электропередач «Конатоходец». В номинации «Инновации в социальной сфере» стал Владимир Савельев, который презентовал профориентационную компьютерную игру. Они получат возможность бесплатного обучения в бизнес-школе по программе МВА. Конкурсантам, занявшим вторые и третьи места, вручили денежные премии, дипломы и памятные подарки. Напомним, что организаторами конкурса являются Министерство общего и профессионального образования Свердловской области и Уральский федеральный университет имени Бориса Николаевича Ельцина. Принять участие в «Минуте технославы» могут магистранты и аспиранты учреждений высшего профессионального образования, а также аспиранты научных организаций. Конкурсанты должны быть не старше 35 лет.